Огонь. Войны. Её страшное лицо. Эти кадры не из старой кинохроники. Они сняты в наши дни, в сердце Азии. На земле, которая стала кровоточащей раной континента. Границы войны и мира не совпадают с границами государственными. Они проходят через извечные столкновения сил добра и зла, реакции и прогресса через исторические судьбы народов. Что заставляет этих пожилых людей браться на склоне лет за перо, непривычной к этому рукой? Какая сила в состоянии отвлечь их от тяжёлых повседневных забот? О чём пишут они впервые в жизни? Письма десятками тысяч приходят в Кабул, в адрес центральных органов власти. В них трагедия и боль народа, рассказы об исковерканных войной судьбах, выстраданные за долгие годы, призыв к миру. Тщательно скрывая письма от недоброго глаза, люди передают их из рук в руки, часто добавляя свои подписи, а то и просто отпечатки пальцев. Горький и поучительный опыт минувших лет, защита интересов народа, осознание своей силы, позволили новому афганскому руководству пойти на мужественные и ответственные решения, открыть путь к национальному примирению. Из декларации Ревсовета ДРА о национальном примирении в Афганистане. С 15 января сего года соответствующим компетентным органам отдаются указания прекратить огонь из всех видов оружия, приостановить проведение боевых операций, вернуть войска в пункты постоянной дислокации и посты, перейти на регламент мирного времени, прекратить артиллерийские и авиационные удары по противнику, если он не представляет опасности для мирного населения, вооруженным силам ограничиться охраной государственной границы, государственных и военных объектов, обеспечением проводки колонн, выполнением других сугубо оборонительных и экономических задач. Быть может, в будущем этот день, когда впервые за годы необъявленной войны замолчали пушки и остыла после сражений броня, станет всеафганским праздником – Днём Мира. Перемирие, примирение, мир. Эти слова стоят рядом во всех официальных документах, а не на устах каждого афганца. Одностороннее решение Кабула о прекращении огня дало людям возможность услышать и понять друг друга, расстаться с прежними иллюзиями и представлениями, разглядеть чужую враждебную руку, разжигающую себе в угоду национальную рознь. Стремление к прекращению кровопролития, к установлению мира привело в высшую чрезвычайную комиссию по национальному примирению людей из разных слоев общества, разных политических взглядов и представлений. Эти высокие и единственно верные соображения, сказал, обращаясь к ним, генеральный секретарь ЦК НДПА Наджиб, делают необходимым для всех нас подняться над потоками пролитой крови, над могилами, горем и обидами прошлых лет, стать выше предрассудков, амбиций и счётов. Субтитры создавал DimaTorzok три крупнейших города страны – Кабул на востоке, Герат на западе и Кандагар на юге – то получится почти правильный треугольник. С древнейших времён считалось, кто владеет тремя городами, владеет и всей этой землёй. Чаще других они значатся среди обратных адресов писем. Писем надежды, которые живут афганцы в эту переломную пору. Герат. И по сей день сохранились следы его расцвета в 15 веке. Но видели эти стены и варварские нашествия. К ним рвались с территории Ирана и наёмники из бандитских формирований. Об их преступлениях с гневом и болью написали в Кабул прогрессивно настроенные священнослужители Герата. Рассказывалось в этом письме и о трагической истории древнего и уважаемого в городе рода Муллы Амира. Это почтенная женщина, дочь Муллы Зухро. Трёх сыновей и двух братьев, оплакивает она, проклиная продажных убийц. От их рук в роду Муллы Амира пало сто человек. Человеческое горе. Его голос не нуждается в переводе. Сколько раз западная пропаганда громогласно заявляла о том, что так называемые борцы за свободу контролируют Герат и всю провинцию. Их главарь Туран Исмаил, это его фото, вызданное за рубежом газетёнки, даже объявил себя гератским эмиром. Действительно, прошлым летом душманам удалось прорваться в старую часть города. Они продержались там всего несколько часов. Но и за это время успели показать своё истинное лицо. Прямо у порогов жилищ повесили активистов, разрушили памятники старины, нанесли удар ракетами по знаменитой соборной мечети. Сейчас она в лесах реставраторов. Тогда и прозвучал в частях и подразделениях афганских вооружённых сил, расположенных на западе страны, сигнал тревоги. Задача состояла в том, чтобы разгромить сильно укреплённый район бандитских формирований в непосредственной близости от иранской границы, откуда наносили они удары по Герату и всей провинции. С чисто военной точки зрения проведение этой крупной и очень важной операции потребовало от афганских вооружённых сил оперативного мастерства и высокой боевой выучки. Арсеналы с оружием и долговременные огневые точки противника были укрыты под естественными скальными карнизами, обращёнными в сторону пограничной реки Герерут. Поистине, виртуозное мастерство потребовалось от лётчиков, чтобы на предельно малых высотах наносить точные ракетные удары по этим бандитским щелям. А затем, под прикрытием огня ствольной и ракетной артверии, в бой пошёл вертолётный десант. И здесь, на западе Афганистана, как прежде, на востоке, севере и юге, бандитам было нанесено сокрушительное поражение. Афганистана, как прежде, на востоке, Вот так встречал Герат тех, кто называл себя его освободителями. Гневом звучали и строки множества писем. Был слышен гневный голос народа и в зале судебного заседания, где шёл процесс над семью главарями террористических банд, специально подготовленных и оснащённых в Иране и Пакистане. Нет и не может быть мира с наёмниками, сознательно предавшими и продавшими свой народ. Их имена, среди которых есть и так называемый Гератский эмир, уже давно прокляты каждым честным афганцам. Скрываясь от приговора народа в своих закордонных убежищах, они и сейчас заявляют о себе, раззадоренные обещаниями западных из океанских хозяев о новых подачках. На перебой взывают друг к другу, нельзя допустить, чтобы мир заменил войну, надо держать окопы горячими, а трибуны холодными. Застегнутые врасплох честным призывом народной власти к мирному диалогу с политическими партиями, группами и фракциями, со всеми вооружёнными формированиями внутри страны, они множат число своих преступлений. Вот что произошло близ Кабула. Это оружие с клеймом заокеанских фирм отныне в уезде Шакардара замолчит навсегда. Его извлекли из потайных душманских складов жители окрестных яшлаков, решившие порвать с контрреволюции и перейти на сторону народной власти. Случай на сегодняшний день в республике далеко не единичный. Только за год добровольно сложили оружие почти 13 тысяч человек. Не дожидаясь исхода дипломатических переговоров, афганское правительство делает реальные шаги к политическому урегулированию ситуации, установлению национального мира. Ежедневно ведутся переговоры с главарями десятков бандитских формирований. Всего же такой диалог установлен с 400 бандами. Однако силам агрессии ненавистны как малейшие успехи в международных переговорах, так и позитивные процессы внутри страны. Вот история, что произошла в уезде Шакардара. Отряд самообороны возглавил здесь местный житель Рахматулло. В интервью советскому телевидению он рассказал о причинах, побудивших принять такое решение. О целях главарей реакции и их западных советников, с которыми встречался в прежние времена в Пакистане. А прощаясь, пригласил приехать еще раз, чтобы увидеть, как изменится жизнь бывших душманов. Однако больше с этим человеком нам не придется увидеться. Буквально через несколько часов он будет злодейски в спину убит из засады наемными террористами. Но разве террор может теперь запугать этих людей, прошедших через обман, подкупы, заблуждения и, наконец, вновь обретших родину? Такой же горький путь позади и у этих людей из провинции Герат, что впервые за годы жестокой братоубийственной войны так свободно и радостно идут по родной земле. В безлюдные горы, где скрывались они семь лет, дошел голос народа, широко открывшего двери общего дома для каждого, кто искренне хочет мира. Им гарантирована свобода, безопасность, медицинская помощь. Обещано, что никто не припомнит былой обиды. Не скажет худого слова. Прежде чем принять это важное решение, руководитель вооруженного формирования Саид поговорил с каждым из тысячи своих бойцов. «Семь лет мы воевали против народной власти», заявил он, «но теперь ясно каждому. Народ устал от войны, от непрерывного страха, горя и слез. Бессмысленная война навязывала нам вместо пищи пулю, вместо жилья могилу, вместо одежды саван. Теперь это позади. Да будет мир в каждом афганском доме». Кишлак Санаугерт, где по обычаю предков была проведена эта джирга мира, расположен близ дороги, что идет от Герата к старинной русской крепости Кушка. Дорога эта протянулась не только в пространстве. Мысленно ее можно проследить и во времени, ведь уже более шести с половиной десятилетий нашу страну связывают с Афганистаном дружественные добрососедские отношения. Когда-то, в начале 20-х годов, этим путем шло в Кабул первое советское посольство. А вот в октябре 86-го трассу эту назвали «дорогой дружбы». Тогда по ней возвращался на родину один из шести советских полков, выполнивших свой интернациональный и патриотический долг. то был первый согласованный шаг двух стран, ясно показавший, что в случае прекращения вмешательства извне и гарантий его невозобновления, все советские войска будут возвращены на родину. Сейчас, когда мирные урегулирования в Афганистане становятся реальностью сегодняшнего дня, эта возможность, как говорится, не за горами. И вновь будет тогда усыпана розами дорога дружбы. Быть может, этот почтенный Дихканин еще помнит то время, когда проходило здесь первое советское посольство. Сейчас его сын, показывая своими отражениями руки, говорит о том, что они всегда будут хранить тепло дружеских рукопожатий молодых советских солдат, что защитили его землю. Кабульские базары Несмотря на огромный ущерб, нанесенный войной экономике страны и ее сельскому хозяйству, они продолжают поражать воображение своей праздничной нарядностью, многоцветием, шумной толпой. Однако, приглядевшись, видишь, что многие из покупателей ходят с пустыми руками. Вот этот молодой рабочий говорит, что купить здесь что-нибудь ему не по карману, цены слишком высоки. За годы войны они росли беспрерывно. Он надеется, что если Кабул добьется мира, жизнь станет легче. А что ж тут удивительного, продолжает лавочник. Пока Дыхканин или купец довезет свой товар до базара, бандиты не раз возьмут свою дань. Слишком много развелось бесчестных, подлых людей, наживающихся на войне. С ними надо бороться всем вместе. И хорошо, что добиваясь мира, власть особое внимание уделяет частным торговцам и предпринимателям. Цели национального примирения потребовали от руководства страны и новых подходов ко всем сторонам жизни общества, привлечения к управлению государством различных политических сил. Вот мнение человека, чья судьба – яркий пример общественных перемен в стране. Абдул-Вахет Сараби, беспартийный, выходец из угнетавшегося веками национального меньшинства хазарейцев. Сейчас он назначен заместителем председателя Совета министров, министром-советником по экономическим вопросам. «Экономическое положение в Афганистане ненормальное», – говорит министр. «Война забирает все – каждый второй кусок хлеба, каждую вторую ложку риса». Все мы надеемся на нормализацию обстановки. Эта надежда согревает народ, который стал осознавать, что только в единстве можно выжить. В бывшем дворце афганских правителей Революционный совет принял декларацию о национальном примирении в Афганистане. Деятельно участвовал в ее разработке Хаджи Мухаммад Чамкани, хорошо известный в стране и за рубежом человек, исполняющий сейчас обязанности председателя Ревсовета. Он беспартийный, вождь племени, что живет на границе с Пакистаном. «Мое избрание на этот пост, – сказал Чамкани, – результат политики национального единства, расширения социальной базы Апрельской революции. Она легла и в основу проекта Конституции, которая после обсуждения и принятия не оставит лазейки врагу. «Наши двери открыты перед всеми, кто хочет приехать на свою землю и бороться за счастье народа. Если бы не давление империализма, уже сейчас никто бы не остался за границей, кроме продажных убийц, думающих только о своей выгоде. Сейчас созданы чрезвычайные комиссии по национальному примирению, которая ведет переговоры с афганцами, живущими за границей, и теми, кто воюет против революции. Уверен, что национальное примирение даст стопроцентные результаты». Религия, традиции, обычаи играют огромную роль в жизни людей, населяющих современный Афганистан. Веками этим пользовались в своих целях и наземные завоеватели, да и собственные правители, насаждая на этой земле фанатичную, религиозную, племенную, родовую рознь. Новая власть провозгласила республику общим домом, где есть место каждому. Сколько горя и унижения видели на своем веку эти почтенные старцы из мусульманской секты Исмаилитов? Они и их отцы, отцы их отцов, были изгнанниками на собственной земле за свои религиозные убеждения. Они могут и не знать всего, что происходит сейчас в мире и даже на их родине, но то, что теперь они свободны, и дети их будут свободны, Аксакала знают точно. И на защиту власти, что дала им свободу, послали старейшины своих самых крепких и бесстрашных сыновей. Уже несколько десятков национальных формирований влились вооруженные силы ДРА. Они прикрывают границы, становятся на пути бандитским караваном с оружием, несут охрану важных транспортных коммуникаций. Отныне на пороге общего дома, на его защите, будет стоять и национальный полк Исмаилитов. Однако в Иране и Пакистане несколько миллионов афганцев, обманутых, запуганных или угнанных силой еще мечтают о встрече с землей своих предков. И оттуда, из этих тюрин, из-за пакистанской и иранской границ приходят в Кабул письма. Измученные, опутанные пропагандистской ложью, люди пишут строки, полные отчаяния и слабой надежды. Но есть и такие, что оружием прокладывают себе дорогу к новой жизни. Сюда, на юг Афганистана, на самый край пустыни Регистан, пришли из Пакистана, не стерпев притеснений и унижений, отважные воины из племени Белуджи. Стали налаживать быт на новом месте, налаживать основательно, ведь пришли с женами, детьми, стариками, пришли навсегда. Неприхотливые они люди. Века притеснений и войн выработали у Белуджи полупоходный суровый образ жизни. Вот и винтовки у них старинные, еще прошлого века. Их добыли в боях с англичанами деды и прадеды. Однако в жизни оседлой нужны и те обыденные вещи, которые предоставляет народная власть. С достоинством, как и подобает вождю племени сильных и мужественных людей, рассказывал обо всем этом мир Хазар. «Здесь мы дома», – сказал он, «И ни один враг не ступит в этих местах на его порог». Американский империализм и война. Афганцы знают, в чем причина их страданий. Однако за океаном по-прежнему не хотят услышать голоса афганского народа. Да и зачем нужно это тем, кто сделал бизнес на войне? Миллионы долларов идут на приобретение и отправку в Афганистан мин ловушек, фугасов, ракет, сделавших калеками этих трех, пяти, семилетних детишек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Об этой истории мы тоже узнали из письма. Его прислали в организацию вдов и матерей погибших воинов женщины из уезда Пагман. Их дети пасли овец. В полдень решили укрыться от солнца в скальной пещере. Раздался взрыв. Советские и афганские воины обнаружили в пещере большой склад с оружием и боеприпасами, подходы к которому были тщательно и скрытно замедлены. Спасибо. Для многих афганских ребятишек это слово было первым произнесенным по-русски. Они говорили его своим спасителям, которые выносили их, рискуя собственной жизнью с душманских минных полей, отыскивали под обломками взорванных бандитами мирных жилищ, досоты кормили вкусной солдатской кашей. Спасибо, говорили сироты необъявленной войны советским офицерам братьям Сергеевым, которые подарили им в Кабуле деревянную сказку. Детскую площадку в детском доме Ватан. Спасибо, пишут они солдатским матерям, чьи сыновья ценой своей жизни спасали и спасают детей Афганистана. И совсем другие слова не по-детски гневные и жесткие звучали вот на этом митинге во дворе госпиталя имени Индиры Ганди в Кабуле. Дети, изувеченные войной, пришли сюда, когда узнали о злодеянии душманов в уезде Пагман. Пришли те, кто смог. И письмо президенту Рейгану подписали те, кто смог. Десятилетний Али Джон, оставшийся без рук после того, как поднял на улице красивую иностранную авторучку, начиненную взрывчаткой, подписать это письмо не мог. Но он прочел наивные детские строки, адресованные президенту Соединенных Штатов. Господин Рейган, может быть, вы не знаете, что на ваши деньги делают бандиты. Они убивают наших отцов, матерей, жгут школы, калечат нас, детей. Мы надеемся, что вы услышите наши негромкие детские голоса, прислушаетесь к тому, что мы говорим, и используете свой авторитет, чтобы помочь нам спасти наше детство. И еще одна история из письма, написанного неумелым детским почерком. Оно пришло из кишлака Чухар-Сияб, что уютно расположился в межгорных отрогах. В переводе название кишлака означает «четыре мельницы» и отражает то, чем веками занимались здесь люди. На земле работала и вся семья этого старого декханина. Как и всегда, днем во дворе остаются лишь старик, женщины и дети. Но его сыновья не придут домой к вечеру, как не вернулись они с поля вчера, позавчера. В то утро мужчины с 12-летним Амидело отправились за дровами в горы. Здесь и подкараулили их бандиты. Взрослых убили на глазах мальчика, а его связали и утащили с собой в сторону пакистанской границы, недалеко от этих мест. Мальчик рассказал нам о том, что произошло дальше, когда бандиты приволокли его в свое горное логово. Там уже было несколько истощенных, избитых мальчиков и девочек. Их тщательно взвесили и, как он понял из оживленного разговора, похитители начали прикидывать, за сколько удастся их продать закордонным купцам. Навес, как дрова. К счастью, ночью торговцев живым товаром выследили бойцы народной милиции, которых позвали местные жители. Скорее всего, маленьким рабам было уготовано такое же будущее. Что же касается детишек из семьи, о горе которой мы рассказали, то все девять живы и здоровы. Самые маленькие в детском саду. Он открыт к кишлаке с помощью местных властей. Эти ребята из кишлака Чухар-Сияб скоро вырастут, станет взрослым и Амидело, но навсегда запомнят они первый и самый главный свой жизненный урок. Урок зла и добра. Хорошо усвоили его и эти дети, что пришли на центральный кабульский стадион поздравить воинов афганских вооруженных сил с их первым праздником днем армии. Борьба за суверенитет, национальное возрождение продолжается и сейчас. Перемирие это еще не мир. Контрреволюция идет на провокации, цель которых сорвать прекращение огня, попытаться именно сейчас нанести удар в спину. Случилось такое и в окрестностях Кандагара. Множество раз прежде душманы объявляли о том, что город окружен, взят, оторван от Афганистана. Но кроме разрушений, гибели мирных жителей ничего эти попытки не принесли. «Те, кто называет себя борцами за веру, истинными защитниками ислама, осквернили даже это святое для мусульман место, знаменитую мечеть, где по преданию хранятся одежды пророка. С болью говорил об этом молодой мула. А ведь и сейчас тянутся сюда паломники и часто становятся жертвами рыщущих в округе бандитов». Древние караванные пути пересекают из конца в конец выжженную солнцем безводную и мертвую пустыню Регистан. Только седовороды и караванщики могут найти здесь нужную тропу, место для дневного отдыха, безопасный путь среди сыпучих барханов. Много опасностей подстерегает в жаркой пустыне, но самая большая душманские дозоры, сопровождающие караваны с оружием. Они свидетелей не оставляют. Знакомый почерк наемников всех времен и мастей. Вот и сейчас, с первых же дней объявленного Кабулом перемирия, они стали нарушать его условия. Продолжаются обстрелы городов и кишлаков, провокационные вылазки на дорогах, тайная транспортировка оружия. и тогда, по специальному оборудованию, указанию афганского правительства, на огонь отвечают огнем. О появлении душманской колонны с оружием на пустынном караванном пути воины сторожевой заставы узнали по сигналу тревоги, который был дан с подвергнувшегося нападению афганского поста. Задача была предельно ясна – выйти наперевес, занять удобную для засады позицию. И вот, что было дальше. Огонь! Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Здесь же, у груды искореженного сожженного металла, возле разбитых машин и уцелевших новеньких японских мотоциклов для летучих душманских разъездов, начался первый допрос пленных. Один за одним они пытаются все отрицать, говоря, что были случайными пассажирами. Но посмотрите на эти еще совсем свежие фотографии. С каким удовольствием позировали эти молодчики в Пакистане около оружия, что валяется сейчас рядом с ними на раскаленном песке пустыни Регистана. Там же, на караванных тропах в окрестностях Кандагара, специальными подразделениями афганских пограничников было захвачено и это оружие. Американская ракета «Стингер». Душманский расчет готовился к ее пуску в местах, где пролегает маршрут афганских гражданских самолетов. Произошло это в первые же дни объявленного перемирия, когда в Кабул были приглашены корреспонденты крупнейших информационных агентств, газет, радио и телекомпаний мира. Так еще раз было удостоверено. Против прекращения огня выступают те, за чьей спиной стоит империализм. Стоят силы, делающие свою политику на крови афганцев. Силы, которых меньше всего заботит судьба Афганистана. Кабул – Райка Афганцеван Кабул – Райка Афганистана Субтитры подогнал «Симон» Мир. Самое страстное желание этой истрадавшейся древней земли. Но афганский народ не выпрашивает мира. Он никогда не станет на колени перед силами империализма и реакции. Народная власть крепко стоит на ногах. И сколько мудрости заключено в словах старого кабульского хлебопека Саидхана, чья большая семья с утра до ночи работает у раскаленной печи тандыра, чтобы радовать соседей горячим и ароматным афганским лавашем. «Мы продаем все больше хлеба, торговля идет лучше», писал он в своем письме в кабульский муниципалитет. «А еще мой дед говорил, что хлеб и торговля – верные предвестники мира». КОНЕЦ 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 КОНЕЦ